Это вам только может поспервить, может поспервить, может поспервить, вот дайся. Руки я не распустил. Слушаю. Добрый день, Антон Николаевич. Кто это? Вас беспокоит восточный жилой район диспетчер ЖУ-2, Татуська. У нас сейчас на доме происходит контролером водопроводного хозяйства проверка прибора учета холодного горячего водоснабжения. Когда к вам можно подойти? Еще раз представьтесь. Я же представилась. Диспетчер ЖУ-2, Татуська. Имя, отчество? Василина Ярославовна. Так, а вы какое отношение имеете к ООО УК ДСВЖР? ООО ЖУ-2. У нас один раз в год, согласно постановлению, должны проверять контрольную проверку производителя. Вы не услышали вопрос? Вы ЖУ-2, вы КОО УК ДСВЖР. Какое отношение имеете? Я же представилась. Мы обслуживаем ваш дом. ООО ЖУ-2. Серьезно? А на основании чего обслуживаете? Вы меня слышите? Я вас слышу. Вы меня услышите? Вы нам предоставите доступ, согласно постановлению 354-му, доступ в квартиру, чтобы проверить ваши приборы учета. Холодного, горячего. Подождите, вы сказали, что вы управляете домом. На каком основании? Как на каком основании? Согласно договору. Какому договору? Вы нам предоставите доступ? Вы кто вообще? Вас кто уполномочил управлять домом? Вы заключите... У вас договор не заключен вообще-то. Так вы же только что сказали... Ваш совет управления выбирал нас. Какой совет? Вы же только что сказали на основании договора. Теперь говорите, у вас договор есть. Совет управления домом у вас есть. Вот, они выбрали, чтобы мы обслуживали вас. Так а по закону кто имеет право выбирать управляющую компанию? Собственники жилья. А совет что, это и есть собственники, что ли? Да, это и есть собственники жилья. Все собственники? Да, в СМКД. Я не могу долго с вами говорить и на ваши вопросы отвечать. Я вас спрашиваю по своей специальности. Мы должны проверить вас приборы учета. Вы можете нам предоставить доступ? У меня еще люди здесь. Я оформляю документы. Вы сначала предоставьте право устанавливающие документы, подтверждающие... Хорошо. Хорошо, до свидания. Кто там? Контролер. Контролер чего? Водопроводного хозяйства. Здравствуйте. Здравствуйте. Я контролер водопроводного хозяйства. У меня на досчетчике ваши проявления. Можно посмотреть? Пожалуйста. Что фамилия-то? Как написано? Гузова Ольга Александрова. Гузова Ольга Александрова. Так, и что? Кем подписано? Подделал кадр, директор. А где они не видны? Пожалуйста. Вот подпись директора. Это подпись директора? Да. А где написано, что это директор? Там, наверное, где-то написано. Где-то написано, да? А вы в курсе, что подпись является, собственно, наручно написанной фамилией? Не знаю, что это. Никакого доставления не выдали. Такое... А вот доставление это чего? Контролера водопроводного хозяйства. А где написано, что это контролер? Где должность написано? Контролер водопроводного хозяйства. Хоз-ВА. Ну, водопроводного хозяйства. В-дробь. Водопроводного хозяйства. Ну, это с ваших слов. А тут написано... Ну, оно так и пишется. Да? Я в трудовой мне там задумал. А почему произносится в другом? Как это? Как? Что я произношу? Ну, тут написано В-дробь, непонятно что, точка. Хоз-ВА. Водопроводного хозяйства. Я вам объясняю, что написано. Так, и что? И что вы хотите? Мне нужно сделать проверку ваших счетчиков. Еще раз имя и отчество. Ольга Александровна. Ольга Александровна. Интересная бумажка. Что это? Бумажка. Слушаю вас. Свои мужчины кто? Мастер. Мастер чего? Женщик папричный, к вам женщина стучится. А? Мастер РАО-2. Так вы все вместе? Ну я одна, контролер, это со мной. А какую функцию выполняете? Охрану? Да. Да? Охрану от чего? Вы мне доступ к счетчикам дадите? Слушай, там возле принтера, за принтером слева, лежит еще один телефон. Принеси, пожалуйста. Да мы здесь постоим, вы не переживаете. Женщина сама прощает. Я откуда знаю, что вы будете делать? Да мы вот здесь. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. А я не хочу вам представляться. Не хотите? Нет. Я вам не звонил, к вам не обращался. Серьезно? А что вы тут делаете? Стою. А нельзя? Ага. Ну ладно, стойте. Это. А вы мужчина для охраны, да? Вы тоже здесь? Это слово. Нет, он будет стоять здесь. А фамилию мемочного? Зовите, пожалуйста. Ладно, это нельзя, чего мне надо. Чего еще раз? Это вам не надо. Вы откуда знаете, чего мне надо? Для себя, ребят. Если вы для охраны чего или кого пришли? Они пришли со мной. По просьбе, мастер жилфонда. А, по просьбе? Да. А этот приказ какой-то был у вас, нет? Зачем мне приказ? Не нужен? Так, сейчас, подождите секунду. Ольга Александровна, да? Правильно, вы на основании чего пришли? Согласно постановлению 354, пункт 81. Так. Контрольная поверхность счетчиков делается не больше, чем 3 месяца. А кем делается? Контролером. Там написано в 354? А там исполнитель определен вообще? Ну, контролер. Контролер? К водопроводному хозяйству. Мне нужны водяные счетчики. Водопроводное хозяйство это что? Это фирма или что это? Это, в смысле, это водяные счетчики относятся к водопроводному хозяйству. Это же водяные счетчики. Я же не пришла электросчетчик, это электрическое хозяйство. Подождите, я ничего не понимаю. Вы от кого действуете? От РЭО-2. Вот так и говорите, а то вы говорите от водопроводного хозяйства. Вас счетчик уполномочил прийти? Да? Да что ты, черт побери, такое несешь. Вас счетчик уполномочил прийти? Да? Ух ты, как интересно. Вы мне даете доступ или нет? На основании чего? На основании 354-го постановления. Так. Оно Вас обязывает приходить по адресу проспекта Самольский 2116, провести по всем вашим домам? Да. У Вас свои дома есть? Да. Которые дома я обслуживаю. Вы этот дом обслуживаете? Подтвердите свои полномочия? Это вам только может подтвердить. Может подтвердить. Может подтвердить. Вот Дэзи. Да что ты, черт побери, такое несешь. У нас у своих разделяют нашу территорию. Сколько там у нас? Пять контролеров. У каждого свои дома идут, на которые мы делаем контрольную проверку. Подтвердить Дэзи. А Дэзи, это что вы называете? Дэзи? Это ООО УК ДСВЖР? ООО ЖУДА. Так ЖУДА. Абонентский это делал. Подождите, вы уже три фирмы назвали. РЭУ-2, ЖУ-2, УК ДСВЖР. ООО РЭУ-2. Контролер. Вы там работаете? Да. Будьте добры, подтвердите свою полномочию, что вы работаете в РЭУ-2. А как я должна подтвердить? Я вам показала свое удостоверение. Я не знаю, как. Я вам показала свое удостоверение. В удостоверении не написано, что вы работаете в РЭУ-2. А где там написано я работаю? Не знаю, где там написано. Но вы же читали? Я там не нашел этого. А что вы там даже подписью не вижу? Ну как это не вижу? Вот так? Вы гражданский кодекс статьи 19 знаете? Знаю. Что там написано? Подпись там стоит. Где? В ГК-19? Нет. Там где ясно стоит. Я не вижу там подпись. Подскажите, пожалуйста, еще раз пальцем. Где там подпись стоит? Подпись вам кого? Вот моя стоит. То есть вот это вы считаете подпись? Это подпись директора. Так а вы в курсе, что это подпись директора? А ваша где? Вот она моя подпись. А что у нее у вас это похоже как-то? Ну конечно. Совсем похоже. Ну я не специалист, но я вижу, что похоже. Да ну конечно. Интересно. Можете сдать на экспертизу. Так вы и сдайте. Зачем мне сдавать? Я знаю. А можно, да, давайте. Конечно. Нет, вы же сказали можно. Вы мне скажите, вы мне допуск даете или нет? Допуск к чему? К водопроводным счетчикам. На основании чего? На основании ваших слов? Вы мне скажите, вы мне доступ даете, мне нужно переписать ваши показания. У меня вопрос, на основании чего? Вы так и не ответили. Постановление 354. Вот у вас в руках какие-то бумаги есть. Акт. Там что такое? Акт чего? Для проверки счетчиков. А кем подписан? Еще никем не подписан. Стоит моя фамилия, я когда его проверю, поставлю подпись. Ну, смотрите, это конечный документ. А еще должно быть основание для проверки. 354-я постановление. Только на основании его? Да. Интересно. Вы на основании 354-го постановления вы имеете право заходить в дом, в жилое помещение? Если вы меня допускаете, да. Да я бы с удовольствием вас допустил, если бы у вас были какие-то основания. Какие у меня должны быть? Бумаги какие-нибудь? Какие? Любые. Контроль, ну, я вам предоставлю. На основании удостоверения вас в дом не допускают? Да. А кто вас ополномочил проводить эту проверку? Моя организация, в которой я работаю. А организацию, кто вы полномочил? Да, водить у организации, спросить. Так я спрашиваю, они не отвечают. Ну, а я что могу сказать? Ну, и что, и получается, любой придет, скажет, меня уполномочила, моя фирма, пустите меня в дом, я буду пускать их, что ли? У меня молодой человек, ответьте на вопрос. Вы мне даете доступ к счетчикам или нет? Я не вижу оснований. Ну, все хорошо. Шуневич, Дмитрий Владимирович, насколько я помню. Викторович. Викторович, вот. Немножко ошибся. А мужчина так и не представился. Так что вы... У меня не надо представляться. Так я не с вами разговариваю. Так вы, что вы охранять-то приходили? По просьбе. А, просьба? По просьбе мастера. Нет, это понятно, что по просьбе. А что охранять-то приходили? Мастера самого? Просьбе может боиться. Боиться? Да. А, ну, я не знаю, чего не бояться. Приходить не бояться, а чего-то бояться. Чего бояться-то? Всякое бывает. Ну, всякое бывает не с моей стороны. Если вы не видели, больше 300 видео в Ютубе. Не смотрите? Нет. Все говорят, не смотрят, а потом говорят, там вот там приветики, это лайков, да? Подписчиков побольше. Ладно, вы меня извините, вам там побольше подписчиков, лайков. Благодарствую, уже 10 тысяч, подписывайтесь. До свидания. Русин-то думает, нет, договор присылать, подписанный, собственно, наручный. А вы спросите у него? Я как-то, у него секретарь, так я приходил три года назад, он что-то в драку кидается, руки распускает. Чего хорошего. Спасибо. Как вам новые лифты? Благодаря нашим усилиям во всем городе поменяли лифты. Да. Не брал. О, вышел на улицу, маску снял. Так ты понял, нет, в чем нахранить-то пришел? Нет. Я не понял. У нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры, сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы ко мне рукоприклассно применяете? Если я применю, у кого рукоприклассно, то будет вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. А что это? Вы спросили, я ответил. Я пришел подать заявление. Присядьте. Что значит присядь? Присядьте, сейчас вам дают заявление. Вам надо, вы присядь. Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас предупреждаю в последний раз. Основания. Основания такие, что я запрещаю. Это вам только может поспердить. Может поспердить. Может поспердить. Вот да и все. Пойдите, пожалуйста. Основания. Основания. Покиньте кабинет. Основания. Здесь рабочее место, вы мешаете работать. Мы пришли подать заявление. До свидания. Давайте энергично. В смысле энергично? Энергично идите работать. Вот мы трудимся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Не толкайтесь. До свидания. Не толкайтесь. До свидания. Не толкайтесь. До свидания. Уходите, пожалуйста. Не мешайте работать. Сейчас уйдет. Не мешайте работать, говорю вам. Что непонятное я сказал? Алексей Александрович. Я руки вот в него. Не толкаю. Не мешайте работать. Алексей Александрович, у нас еще одно заявление. Вы такой нежный человек. Мешайте, пожалуйста. Мы еще одно хотим подать заявление. У нас еще одно заявление. Зачем вы руки распускаете? Я пошел с человеком. А мы видели. Все на видео есть. Руки я не распустил. А прокуратура еще в вашей видеокамере поднимет. Выходите отсюда. Не мешайте, пожалуйста, процессу. Я вам сейчас предупреждаю. Вы меняли физическую силу. Вот если я применю физическую силу, вам будет понятно. А зачем вы вышли вообще из кабинета? А на каком основании вы принялись? Вы мешаете работать здесь. Вы сейчас полицию вызывете. Вызывайте. Я сейчас полицию. Вызывайте. Кабинет покиньте. Я подъю заявление. Я вам не разрешал здесь снимать. Я подъю заявление. И себя не разрешал снимать, между прочим. Понятно? Вы при исполнении... Еще раз говорю. Не дай бог это видео появится без моего согласия. Вы будете иметь проблемы. Понятно? А что, дистепетный объект? Серьезные. Какие? Заявление, а вы начинаете переменять физическую силу. Судебный иск будет. На хорошую сумму. Бьете себя агрессивно. Я вас всех предупреждаю. Какой суд? Увидите какой. Пожалуйста. Может вам скорую вызвать? Себе вызовете скорую. Нам не надо, мы нормально сидим. Я думаю, у вас плохо создавали. У нас нормально сидим. А вы себя ведете очень агрессивно. Нервничаете. Быстрее забирайте свое заявление. Я беру себя сюда. Быстрее. Не мешайте работать. По приемам. Заявление принимают. Вы используете... До свидания. Бандитские действия. Бандитские у вас действия. Да, вы по-бандитски действуете. Вот этих товарищей больше не пускайте сюда. Я за вас их вижу. Вот запомните. Раз, мы всегда... Вы запрещаете нас пропускать? Я запрещаю вас пропускать. А на каком основании? Я сейчас ищу и вышвырну вас. На каком основании? Потому что вы мешаете работать. Понимаете? Вы мешаете предприятию работать. Вы мешаете предприятию работать. По комплексу. Предприятию управляющей компанией. Своими действиями. Лишаясь работать. Мы принесли заявление. Вы не заявление. Вы устраиваете скандал. Требуете всяких... Мы не скандали. Мы никого не трогали. До свидания. Почему вы говорите? Заявление сдали вы? Да. До свидания. Вы не задерживаете нас? Я вас не задерживаю. Я сейчас даже ускорю вас. Понимаете? Вот этим вы и нас задержите. Нет, я вас ускорю сейчас. Никто не грубит. Это угроза, да? У вас всегда так разговаривают? Нет. Будьте любезны покинуть кабинет и мешать работать. Я последний раз ускорю. Вы дали свое заявление. Давайте уходим. До свидания. Может наркотиками напишите? Поспокойней, пожалуйста. Я спокоен. Это вы будете поспокойнее. Мы спокоен. Да, да. Все, до свидания. Что, опять меня толкать? Нет. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Благодарствую. И вам тоже хорошего. Всего вам доброго. Это вам только может поспервить. Может поспервить. Может поспервить. Вот дайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok